это чисто радате экономно так еще лучше не поваляешь не поешь знаешь есть такое да и и и и и и и и и дорогие мои вязалочки сегодня мы с вами продолжаем вязать наш шикарный джемпирог либо кофточку либо тунику вот такого золотистого цвета я назвала свою кофточку злато ну а вы уже называйте как вам будет удобно и так девчонки мы с вами провязали резиночку и провязали 10 первых рядов нашей кокеточки 10 рядов с 11 ряда нам нужно с вами сделать небольшую при бабочку полностью на следующий рисунок из наших косичек следующий рисунок у нас будет состоять из 6 петель то есть рапорт рисунка 6 петель у нас пока с вами здесь в каждом клинышки по 15 петелек то есть нам нужно добавить в каждом клинышки по 3 петли чтоб стало 18 и мы могли с вами сделать 3 рисунка прибавлять мы с вами будем через 5 лицевых петелек затем весь 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 рисунок и до следующих наших пузырей у нас будет идти уже без всяких прибавок прибавочек я вам говорила будет меньше меньше и меньше поэтому основные прибавки вот здесь до 18 19 ряда у нас будут сделаны там мы будем прибавлять уже по несколько петелек по 2 петельки через какие-то там 5 10 рядов там уже я буду вам рассказывать итак мы с вами остановились на 11 ряду значит у меня схемка есть на пятьдесят четыре ряда кокетка если у вас размер больше я вам говорила кокетку вы можете продлить либо после последних пузырей либо лицевыми петельками либо сделать еще один ряд вот таких немножко трудноватых пузыриков ну а что делать красота требует жертв и так мы с вами движемся к 11 ряду и в 11 ряду мы с вами как я и говорила вам начинаем делать последнюю такую крупную крупную прибавку мы дошли до с вами до первых петелек 11 ряда нам с нужно провязать по моей схеме 5 лицевых 1 2 3 4 5 из протяжки сделать одну при бабочку снова один два три 4 5 добавить шестую петельку узора и так каждой пятой петельки мы с вами будем добавлять шестую 1 2 3 4 5 и добавляем из промежутка из протяжки шестую можно прибавлять и здесь с нижнего ряда то же самое перекручивая вот так и прибавлять кому как удобно и так делаем до конца 11 ряда девочки провязали наш 11 ряд девочки значит здесь снова аккуратненько пересчитайте все свои петельки у вас должны получаться вот такие клинышки по 18 петель сколько клиньев у вас набрано у меня 12 значит у меня должно быть 12 раз по 18 еще как проверить у вас последние пять петелек должны завершать ряд и дальше делаться еще один накид пересчитайте чтобы все было кратно 6 когда у вас все готово движемся дальше дальше у нас идут несколько рядов интересных рядов с перекрещенными вправо влево петельками типа косички я девочки пробовала перекрещивать одну на одну влево вправо потом 2 на 2 влево вправо но остановилась на том что буду перекрещивать по три петельки одну буду переносить вправо 2 назад одну переносить влево 2 вперед то есть у меня косички будут три петельки с перехлёстом и еще раз 3 причем смотрите я показываю как мы с вами это делаем итак у нас начало 12 ряда мы с вами берем 3 петельки переносим первые две петельки назад и перебрасываем вперед лицевую провязываем ее лицевой 1 провязываем 2 и 3 все у нас сделано косичка 1 на 2 с наклоном вправо теперь мы тоже самое девочки делаем первую петельку переносим назад а последние переносим к центру провязываем 1 лицевая 1 лицевая и вот это наша петелька у нас с вами должно получиться вот такое интересное такой интересный как бы рожок вправо и влево следующие повторяем точно так же берем 3 петельки 2 переносим за спицей назад эту провязываем лицевой провязали еще раз 1 2 лицевые следующие берем и переносим петельку назад задние две петельки переносим к середине то есть надо перекрещивать вправо и влево здесь какая может быть ошибка девочки смотрите внимательно чтобы шло четко пары вправо влево следующая вправо влево иногда можете сбиться и у вас не будет получаться вот такая вот косичка из 6 петелек поэтому внимательно внимательно следите и делайте как я первые три петельки еще раз показываю берете из 6 первую и вторую к центру третью провязываем провязали ее потом провязываем 1 2 следующие три петельки опять же берем центральную петельку назад две следующие переносим к центру и провязываем 1 2 1 то есть у вас получается рядом две косички 1 на 2 1 с наклоном вправо другая влево и так вяжем девочки до конца 12 ряда мы провязали с вами 12 ряд прежде чем начинать 13 еще раз говорю вам девочки и советую проверяем все проверяем прямо по нашим раскосом 1 2 3 4 5 и так далее так далее до последнего нашего узора разошелся он вправо влево и идет начало ряда снова вправо все проверьте потому что потом если что-то не так вам придется распускать и перевязывать снова будьте очень внимательными 12 ряд закончен теперь у нас идет тринадцатый ряд тринадцатый ряд это своего рода изнаночный ряд мы его провязываем весь ряд весь ряд петелька за петелькой мы с вами будем вязать лицевыми петлями начиная с 1 и вот вяжите тут ничего сложного нет дальше девчонки после всех вот этих прибавок у нас уже процесс идет более монотонный более спокойный ни о чем не переживаем и вяжем до конца тринадцатого ряда все лицевыми петельками есть наши 13 рядов все девочки пока раскладывайте и смотрите чтобы вас нигде нигде коке . не стягивала но в принципе мы дали очень хорошие прибавки в самом первом самом начале поэтому кокетка по плечам и везде должна ложиться у нас шикарно и так тринадцатый ряд закончен теперь у нас пойдет монотонная работа которую вы можете делать уже и без меня я ее тоже сделаю и подключусь к вам повяжу немножко потом пойду приготовлю обед схожу за внучкой в школу девочки вы пишите мне очень приятно вы пишите в комментариях я прихожу домой и жду уже второй мастер-класс где же он где же он поймите меня это тоже очень много работы но то что я обещала я стараюсь для вас делать быстрее и быстрее мы остановились с вами короче на 14 ряду и так дальше у нас в схеме идет монотонная наша работа мы снова должны 14 15 16 17 и 18 19 ряд провязать точно так же как мы делали два предыдущих то есть мы девчонки я вот здесь уберу схемы и здесь напишу для вас что мы вяжем эти ряды как 12 ряд и 13 и так далее так далее и у нас с вами уже будет 19 рядов мы вернемся все вместе в двадцатом ряду я покажу что натворила а вы смотрите так ли у вас получается и так движемся и вяжем и так дорогие мои 19 рядов нашей провязанной кокеточку я разложила уже даже перенесла на от еще одну спицу потому что мне не помещается по ширине все на одну 19 рядов 19 рядов это у нас девчонки треть нашей работы в принципе я измеряю здесь я измеряю здесь мою кокеточку 8 сантиметров 8 сантиметров еще две трети да мне нужна кокеточка в 23 сантиметра то есть все пока у меня идет по плану вы тоже измеряйте себе по вашей плотности и еще чтобы порадовать себя я уже примерила посмотрела какая красота получается если у вас получается точно так же как у меня значит мы идем в правильном направлении дальше 19 рядов сделано 20 ряд все лицевые петли я в принципе его уже провязала девочки чтобы не задерживаться все лицевые вы можете провязать сами еще раз проверила что здесь у меня идет четыре раза один и тот же узор как вы проверяете вот по этим петелькам 1 2 3 4 4 узора сделано лицевой ряд провязан теперь у нас идет двадцать первый ряд двадцатый весь лицевой двадцать первый ряд в двадцать первом ряду нам тоже нужно сделать небольшие прибавочки чтобы идти дальше уже на следующую половину и так мы с вами находимся вот здесь двадцать первом ряду и в двадцать первом ряду у нас 369 петелек и должна быть одна прибавка потому что она здесь 18 после каждой девятой петельки мы с вами делаем одну прибавку я думаю это несложно это несложно и каждая из вас эту при бабочку чтобы я не не шумела здесь и не наводила вот такой шкрежет моими спицами я показываю еще раз у вас идет одна две три четыре пять шесть семь восемь девять петелек после 9 петельки опять удобный вам способом вы набрасывайте еще одну и так делаете через каждые 9 петель 21 ряд девочки с нашими прибавками сделан теперь дальше идут два ряда точно такие же как 7 и 8 то есть в этих двух рядах мы с вами вяжем пузыри снимаем лицевую нить за спицей из 1 5 и продолжаем до конца ряда в следующем ряду снимаем лицевую нить перед спицей из 5 делаем одну изнаночную и продолжаем точно так же делаем как мы делали 7 8 ряд еще раз просто показываю как это вяжется из 1 девочки 5 но не буду провязывать с вами потому что у вас уже вот эти самые пузыри есть вы их повторяете здесь и так нам с вами нужно снять одну лицевую ниточка за спицей теперь из одной петельки лицевая накид лицевая накид лицевая делайте не так туго чтобы можно было потом этот пузырек из 5 петель провязать изнаночной снова снимаем нить за спицей из 1 5 1 2 3 4 5 сделали снимаем 1 2 3 4 5 и так продолжаем до конца ряда следующий ряд наш двадцать третий ряд снимаем лицевую нить перед спицей из пяти делаем одну изнаночную и у нас получается такой же вот такой же точно пузырек я все сделаю и вернусь к вам в двадцать четвертом ряду 23 ряда нашей кокеточки уже девочки связано еще связан один ряд пузырей первый и второй и еще останется нам в дальнейшем два или три рядочка и так когда все это связано значит мы делаем разделительную полосочку и 3 ряда девочки мы вяжем лицевыми петлями 24 25 26 ряд мы вяжем лицевыми и затем будем переходить на следующий наш рисунок на следующий рисунок я вам уже показывала вот он этот рисунок я его вам показывала в моем видео о ажурных сеточках и вот такой точно рисуночек мы будем вязать после разделительных трех рядов схема я тоже вам девочки давала вот она эта схема посмотрите внимательно где нужно по 2 вправо в 2 влево и затем двойной накид я сейчас провяжу разделительные ряды и мы с вами будем вязать нашу ажурную сетку мы провязали еще три разделительных ряда и теперь нам нужно начинать наш ажурный узорчик ажурный узор я показываю и вы вяжете вместе со мной все девочки очень очень просто ничего трудного в узорах которые я для вас подобрала абсолютно нет то есть на средний уровень вязания легко и просто можно вязать эту кокетку и так начинаем у нас идет 27 ряд 3 вместе лицевой с наклоном вправо 2 накида 1 2 2 вместе лицевой с наклоном влево сделали 2 вправо вместе 2 накида 2 влево повторяем опять 2 вместе лицевой вправо 1 2 накида и развернули петельки 2 вместе влево дальше движемся точно так же 2 вместе вправо 1 2 накида петельки поменяли и 2 вместе лицевой влево и так продолжаем мы с вами до конца нашего ряда 27 рядов есть девочки и 28 ряд мы будем провязывать все лицевыми но у нас есть вот эти вот эти два накида как мы их будем провязывать я провязываю одну лицевую затем провязываю вторую лицевую у меня остался еще один накид и за заднюю стеночку провязываю третью лицевую опять эти лицевые провязываю нормально дальше двойной вот такой накид лицевую обычно провязываю и за заднюю стеночку подхватываю еще лицевую снова 2 лицевые 1 накид провязываю обычный лицевой 2 за заднюю стеночку подхватываю снова 2 лицевые и так провязываю весь мой девочки лицевой ряд есть девочки 28 рядов теперь 29 ряд смотрите что мы делаем здесь у нас образуется небольшая дырочка и рядом через две петельки небольшая теперь нам нужно в шахматном порядке делать вот такие промежуточки дырочки значит она должна быть вот тут между этими петельками которые идут 2 лицевые рядом между ними теперь должны быть 2 накида и соответственно петельки должны сместиться влево влево отсюда и вправо отсюда и начинаем наш ряд смотрим что мы делаем 1 делаем накид делаем накид и дальше делаем 2 петельки с наклоном влево дальше делаем 2 петельки с наклоном вправо 2 накида опять перемещаем петельки 2 влево 2 вправо двойной накид то есть мы делаем тот же самый узорчик только немножечко его спестили чтобы дырочки теперь были в шахматном порядке тут а теперь здесь и продолжаем дальше там где у нас связаны два накида опять перемещаем 2 петельки влево рядом с ними 2 делаем вправо 2 накида опять идем 2 петельки влево 2 берем вправо 2 накида и так делаем до нашего конца 29 ряда 30 ряд вяжем все лицевыми как мы делали 28 то есть каждый накид тоже провязываем лицевым и я вернусь к вам в тридцать первом уже ряду и так у нас провязан еще один узорчик то есть мы с вами провязали 29 ряд и 30 лицевыми петельками 31 ряд 31 ряд мы будем делать точно так же как 27 как мы и начинали наш узор я показываю вам и делаем начинаем делать вместе опять 31 ряд как 27 то есть две петельки наклоняем вместе вправо 1 2 накида 2 влево 2 снова вправо 2 накида то есть они вот чередуются дырочки 1 сюда вправо потом снова сверху 1 1 . 2 и сейчас 3 идет опять сделали два накида переворачиваем влево 2 вместе вправо 2 накида 2 вместе влево затем 2 вместе вправо и вяжем так до конца нашего 31 ряда 32 мы провяжем с вами лицевыми петельками и на этом я думаю на сегодня мы и остановимся так можно вязать с вами долго и долго и долго но давайте пока сделаем вот то что я вам показала то есть у нас будет готово 32 ряда и на следующем уроке мы с вами продолжим нашу работу ну а на этом вот смотрите что у нас получается какая красота уже получается всем вам ровных легких петелек не спешите хорошо считайте хорошо делайте и до нового нашего урока ну а Субтитры создавал DimaTorzok